Итак, уход за обувью. Один из самых базовых и важных моментов в уходе, это пропитка обуви водоотталкивающим средством. Обувь должна быть по возможности новой, либо чистой. Водоотталкивающих средств на рынке достаточно много. Для наших целей мы будем использовать обувную косметику торговой марки Саламандр. Высокоэффективная водоотталкивающая пропитка, универсал, СМС для изделий из гладкой кожи, велюра, нубука, замши и далее по тексту. Обувь мы должны освободить от шнурков, считая, что обработку обуви необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении, желательно не в квартире, на улице или выйти на лестничную площадку. Обработка проводится в несколько этапов, советую проводить от 2-4 обработок каждой полупары. Иными словами, обрабатываем один ботинок, второй, подождали в среднем 10 минут, потом процедуру повторяем, снова обрабатываем один ботинок, затем следующий и снова процедуру повторяем. Для закрепления результата и обрабатываем точно так же один ботинок и другой. Обувь обрабатывается распылителем с расстояния 15-25 см. Советуют не обрабатывать в квартире обувь данным средством или подобными, и по тому основанию, что у него достаточно резкий и устойчивый запах, так считается по крайней мере. Плюс оно может после распыления осесть на вашем полу и пол будет скользким. В небольших пятнах. Еще раз повторю, обработали обувь один раз, выжидаете 10 минут, потом повторяете. Снова выжидаете 10-8 минут, потом еще раз повторяете, третий раз. Советуют использовать данное средство на обуви, чтобы когда вы им обрабатываете свою обувь, это средство используют тонким слоем, во избежание образования на обуви подтеков от него. И когда вы наносите тонким слоем, средство лучше впитывается в кожу. В заключении, как часто стоит использовать данное средство, мнения разнятся, некоторые советуют раз в неделю, другие раз в 15 дней. Все на ваше усмотрение, конечно, каждый день его использовать смысла нет, но в принципе раз в неделю после каждодневной носки, либо раз в две недели, если вы обувь не носите каждый день, данное средство вполне возможно использовать повторно.